Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Чувствую, что меня никто не любит, даже родители. Что мне делать? Очень горький возглас из сердца исходящий, но насколько он справедливый. Человеку не хватает внимания, человеку не хватает заботы, человеку не хватает жертвенной любви со стороны окружающих. Он чувствует себя одиноким, ненужным, но при этом незаметно, чтобы вопрошающий ставил вопрос о том, насколько сам он любит тех, кто, на его взгляд, ему самому любовью не додает. Заповедь, которую мы получили от Господа, состоит в том, чтобы любить самим, а не требовать любви от окружающих. Поэтому сознание о недостатках со стороны близких в отношении их к тебе не является каким-то делом нашей жизни. Насколько заботятся о нас близкие, не видно глазу невооруженному верой, надеждой, любовью. Человек эгоистичный, человек, не привыкший сам дарить кому-то свою собственную жертвенную любовь, свое собственное чувство заботы и попечения, в отношении всех не удовлетворен, поскольку себя, сознавая центром мира, он достоинство всех окружающих мерит как раз мерой услуг ему самому. И тот, кто не таков, тот для него и чужой, тот, кто не ради него живет или действует, тот и непонятно зачем живет. Состояние вот этого разочарованности в окружающих, как правило, свойственно тем, кто сами, как пшеничное зерно, падшее в землю, не умерли для ближних, чтобы произрасти для них в колос с обильным зерном, а в своем эгоизме превратились в маленький камушек, окаменели, поберегли свою собственную независимость, свое собственное ограничение, свои очертания. Тогда как Христос говорит, кто ради меня Евангелие погубит душу свою, то есть принесет в жертву, тот и обретет душу свою, как и в любви к ближнему. Тот, кто научится жертвенности в отношении к тем, кто его окружает, тот будет и любим. Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят. Самое тревожное в вашем мироощущении – то, что любовь Божия для вас незаметна. Ведь сам Господь являет нам свою любовь через ближних наших. И если мы замечаем, сколь милостив Господь, сколь щедр и милостив, сколь долготерпелив и много милостив, то и появляется след за этим правильным впечатлением, этим правильным сердечным понятием и правильное отношение к окружающим. Тот, кто благодарит Бога за дарованную жизнь, а особенно за дарованную возможность жизни вечной, кто Евангелие положил на сердце свое, и крест Господень возле этого сердца носит с сознанием великой жертвенной любви, которая низвела Бога на землю ради нашего спасения, тот попадает в очень здоровое состояние пред Богом, во-первых, взаимной, ответной любви, которую питает к своему Создателю и Спасителю, а во-вторых, исполняется и вот этих жертвенных чувств, добрых, светлых, теплых, к ближним своим, через которых Господь являет ему свою милость. И когда сами люди нас окружающие и несовершенны в любви к нам, и когда даже у родителей, как вы замечаете, не хватает к нам особого бдительного внимания и попечения о нас, мы, тем не менее, не разочаровываемся в этом, более озабоченные тем, чтобы не получать, а отдавать, не быть обогреваемыми, а сами обогревать. И, несомненно, вследствие такого расположения вы увидите, насколько вы будете окружены благодарной любовью тех, кому будет располагаться ваше сердце. Но источник этого расположения наша благодарность и благоговение пред Христом Спасителем, наше верное, здоровое, религиозное чувство, которое начинается с покаяния. Ибо узнав, что Бог есть установитель нравственного закона для человечества, осознав, что мы относимся к нарушителям этого закона, приняв то, что великая и страшная жертва принесена Богом ради возобновления нашего с Ним союза, мы не можем не ответить Ему любовью на любовь, мы не можем не утвердиться в решимости посвятить остаток жизни Богу угождению. И, наконец, мы не можем не стремиться к тому, чтобы лучами из своего сердца, исходящими лучами милости, доброты, заботы, благопопечения не окружить всех близких своих. Вот тогда придет сердце и в долгожданное удовлетворение от того, что законом любви все мы связаны, все мы обогреваемы и все друг другу оказываемся нужны. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!